У нас Владимир Владимирович заговорил о революции. Вчера на съезде Владимир Путин, президент России, выступлений с заседаний Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего через столкновение к гармонии». Значит, сказал он следующее. Революция – это всегда следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием. Цитата. Да, конечно, я согласен с ним полностью, вот редко я бываю согласен с Путиным, редко, но я согласен, что ответственность за революцию лежит на нас и на путинском режиме. И никто с себя мы ее не снимаем, мы надеемся, что с Путина и его шоблы мы тоже не снимем, трибунал тоже не снимет ответственность за это. Да, революция – это эксцесс. Да, это не обычное действие. Но с точки зрения того, что происходит сейчас в объективной реальности, это единственно возможный выход. Единственно возможный. И Путин сам может сделать революцию. Сам может сделать революцию. Я бы на его месте так и сделал. Владимир Владимирович, вы сами можете сделать бескровную революцию. Возьмите бумажечку, напишите указ. Думу – нахуй, Совет Федерации – нахуй, правительство – нахуй, и сам я иду. Все, больше ничего не нужно. Вот четыре раза напишите. Ну, я понимаю, что там в Думе скажут. Как нахуй? Вот так. Вот люди еще вопросы задают дополнительные. А по коммуналке и по кредитам в банках тоже будут прощены долги? По коммуналке? Какие-какие? Да, у вас есть долги по коммуналке. Забудьте. Это перед вами долги по коммуналке. Это у вас гнилые батареи. Вам подается тепло, которое ничего не стоит. За бешеные деньги вы его оплатили уже лет на 200 вперед. Нужно просчитать, на сколько лет вперед вообще оплачено. Какие долги, о чем вы говорите? Нет этих долгов. Завтра Вова выйдет, скажет, вот вся Россия должна вот там такую сумму. А нам Мальцев эти долги тоже простит? Да нет этих долгов. Это виртуальные долги. Вы сами их себе простите.